Сейчас лежит в отдельной палате. Рядом с ней няня. Девочка играет с погремушками, улыбается, гулит. На вид ребенку 4,5 месяца. Ребенок доставлен в чистом виде, ухоженный, без повреждений внешних. Состояние ребенка удовлетворительное. Аппетит сохранен. На улице под дождем девочка лежала совсем недолго. Переохлаждения не было. Каких-то других заболеваний тоже не нашли. Ребенка полностью обследовали и теперь просто наблюдают. Вопросов к ее состоянию здоровья пока у докторов нет. Но это данные первичного обследования, нет следов насильственных действий, каких-то иных. Поэтому пока ребенок находится под наблюдением, будет там до тех пор, пока не будут найдены родители или родственники. Пока здоровьем малышки занимаются врачи в детской больнице имени Спиранского, полиция ищет родителей девочки, ну либо тех людей, которые бросили ребенка здесь, на улице. Все произошло около 7 вечера. Официальной информации немного. Какой-то человек, скорее всего, женщина. Вот она стоит на углу улиц Щепкина и Дурова. Качает на руках малыша. Потом оставляет его и уходит. Таксист, который остановился и ждал клиента, заметил, что сверток шевелится. На улице был проливной дождь, но он все же вышел посмотреть и понял, что это ребенок. Дальше уже мы видим, подъехала полиция, скорая. По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Следователи устанавливают родителей и родственников ребенка. Все, кто обладает сведениями о родственниках найденного ребенка, просим сообщить в Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве. Рядом с этим местом, буквально в пяти метрах, есть небольшая кофейня. Ее владелица Юля рассказывает, что примерно в этот же временной промежуток к ней заходила женщина. Она заказала кофе, разложила на столе документы и игрушки, а потом убежала, не заплатив. После того я продолжаю работать, я вижу такси на углу, оттуда эта же женщина выбегает и бежит просто куда-то в неизвестном направлении. Вот эта посетительница, вот игрушки и бумаги, которые она оставила. Здесь свидетельство о браке и свидетельство о смерти. Оперативники все это забрали, теперь выясняют, имеет ли этот человек какое-то отношение к брошенной девочке. И просят всех, кто знает хоть что-то о малышке, сообщить информацию следователям.